Один работяга сидит, арматуру вяжет. Где все работники? Такой и другие подобные комментарии пользователи пишут в интернете. Это телеграм-канал Плотина Лайв. Здесь публикуют отчеты обо всех этапах ремонта на плотине ГЭС в Иркутске. Однако, несмотря на наглядные материалы, горожане считают, что строителей нет на рабочем месте. Проезжающим мимо водителям их не видно. На самом деле работы по ремонту кровли машинного зала идут круглосуточно. На территории Иркутской ГЭС идет завершение первого этапа гидроизоляции машинного зала и в активной фазе второй этап. На данный момент проводятся работы по герметизации температурно-деформационных швов. Это основная работа, которая наиболее сложная, наиболее технологичная. Дальше, после того, как эти работы будут закончены, мы приступим к площадному бетонированию, гидроизоляции и последующему асфальтированию для восстановления дорожного покрытия. Работа специалистов скрыта, потому что они трудятся внутри полимерных конструкций, которые защищают объект от нежелательных осадков. Чтобы устроить новую гидроизоляцию, ремонтникам пришлось полностью удалить старое покрытие на швах. Это оказалось непросто. Материал, который использовали десятки лет назад, крепче предусмотренного проектом сооружения. Мы сейчас занимаемся, вскрываем старые швы, полностью изымаем весь бетон, зачищаемся, выдавливаемся и делаем под гидроизоляцию. То есть новую гидроизоляцию, потом также обернивается, потом железом это все закрывается, еще одна гидроизоляция и потом под бетоном. Так выглядит первый этап ремонта гидроизоляции. А это результат работы под соседним навесом. Здесь уже идет герметизация температурно-деформационных швов. В результате работ устранят главную проблему – протечки воды в машинные залы. Напомним, подобный ремонт после ввода в эксплуатацию ГЭС проводят впервые. Все работы планируют завершить к первому сентября. Дарья Макарова, Константин Синицын. Новости. Сейчас.